доброе и сытное моем случае утро я экспериментировала с вафлями делала с творогом и с тыквой причем в этот раз я использовала рисовую муку они конечно получились более сухими но с рисовой мукой всегда так оставлю вам рецептик на фабоксе ну и добро пожаловать во влог я уже начала подготовку к новому году и в качестве небольших подарков заказала вот эти кисточки из iherb они сами по себе такие же как оригинальная но сама ручка короче они сразу идут в таких упаковках у меня у самой есть но другой формы я думаю что себе тоже нужно докупить потому что для пудры вот эта большая раньше не появлялась в продаже и вот эта маленькая на больше как для контуринга видите такая они конечно супер живучие сколько бы я их не стирала они выдерживают все помните фаворитах я нахваливала аромат я такие его заказала взяла себе 50 миллилитров причем заказывала на май капелл и господи как же сильно они мне нравятся прямо знаете на холодное время года такой сладкий шлейфовый аромат если вам также как мне нравится ароматы в стиле эллиан вот такие прям очень сильно ощутимая то я думаю что вам они тоже придутся по вкусу и наверное все таки нужно сделать отдельное видео о парфюмерии потому что у меня появилось несколько новеньких а я знаю что вы такие ролики любите сегодня будет один блог на двоих я буду снимать из польши атомок издалека в прошлый раз он ездил по работе а в этот раз он отправился в путешествие со своим лучшим другом это случается раз пять лет и вообще мы собирались в семейный отпуск начале ноября даже хотели поехать и в италию и в турцию и в египет и рассматривали дубай и меня как блогера приглашали в абу-даби то есть всей семьей на какие-то небольшие съемки но не получилось никуда вообще мне хотелось просто отдохнуть а не ехать куда-то именно как блогер да и не получилось потом тома говорит оль а можно я поеду с другом вы знаете можно было бы упереться и сказать нет типа оставайся дома тем более сейчас перед новым годом у меня реально очень много работы и я просто не могу оставить все у меня было свободное время только начале ноября второй момент это доверие я считаю что если нет в отношении доверия то вообще о чем можно разговаривать мне кажется что если вторая половинка решит гульнуть то вовсе не нужно ехать столько тысяч километров это обойдется дорого если человек реально хочет сделать что-то такое то он пойдет не знаю к соседке или сделает это вообще с вашей лучшей подругой или с другом или ну короче говоря где-то по месту все это будет организовывать так что такие вопросы моей голове не возникают но других поводов не отпустить я просто-напросто не вижу чем смысл держать человека силой и вообще он отпускает меня иногда я отпускаю его для меня это нормально тем более со мной никогда бы не поехал в колумбию на мотоциклах по какой-то там дороге в горах ну а вот друг очень хорошо водит мотоцикл и раньше у них это были традиционные поездки и в прошлый раз так как я сказала томик ездил то ли четыре года тому назад то ли пять лет а то может и шесть лет тому назад но не суть это происходит довольно регулярно но не слишком часто них там очень интересная насыщенная программа если у томака будет желание и настроение поснимать что-то для вас то я с удовольствием поставляю эти кадры ну это не точно привет сегодня у нас новая интересная поездка в тот раз ола отпустила спасибо еще раз в колумбию ну тут будем путешествовать на на motocyкле тут наша наша grupа мы начинаем в столице в богаче будем ехать в меделин где пабло скобаржу и тоже в карта гену которая является самым крутым курортом в колумбии пока но я не знаю это интересно для вас или нет но хочу еще рассказать чуть-чуть о мотоцикле видите тут у нас наша группа не знаю сколько тут людей где-то 20 мотоциклей все это огромным самые большие мотоциклы дам да но хочу показать он не так интересно у них конструкция везде есть у них хороший пример будет такие такие штучки когда он падает с ним с ним ничего не случится можно поднять и все хорошо тут машина которая едет за нами если кому-то нужна помощь рычаг есть в котором наши сумки но сама езда на мотоцикле в колумбии очень интересна температура сильно меняется мы начинаем путешествовать там 35 градусов а потом на конец в горах 10 градусов дождь туман и вообще не понятно вчера мы просто ждали еще каких-то там пум и агуару в том что я и 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 только и и у и и и Привет! Сегодня мы уже находимся в горах. Мы очень высоко. Это больше чем 3400 метров. Это как на мотоцикле. Это вообще очень-очень высоко. Мы тут приехали вчера ночью в 8 часов. Такая дорога. Просто ужас. Несколько мотоциклов. Где-то 5-6 раз упало. Надо было их поднимать. Но мотоциклы так сделаны, что там ничего с ними не случится. Просто поднять. Но для того, чтобы поднять, надо 3-4 человека. И можно дальше ехать. Тут гуры очень высокие. Но сзаду наша гостиница. Там горячие басейны. Ну, прикольно. А сегодня мы вообще будем ехать на 4000 метров. Это очень высоко. Нас пугали, что тут сложно отдыхать. Но ребята себя держат аккуратно, нормально. Так что все хорошо. Но то, что интересно, мы уехали из столицы. Расскажу то, что мне понравилось в боготе. Но богота огромная. Там 9 миллионов людей. Очень высоко. Тоже почти 3000 метров высота. Но город сам по себе центр, как в Европе, как в Барселоне, как не знаю. Ну, в Мадриде там уже слишком много сказать. Но центр супер. Но когда ты уезжаешь, там просто начинается типа фавеля, да? Где живут бедные или тут можно сказать обычные люди. Но там странно было. Но Колумбия сама по себе, она очень безопасна. Так что колумбийцы сделали очень много хорошей работы, чтобы как бы отрезаться от этого стереотипа, что все тут торгуют и производят кокаину. Так что сейчас очень опасно. Но только цена того такая, что тут везде есть полиция. Но эта полиция выглядит так, что это парень, я не знаю, ему 20 лет. У него тут такая татуировка типа Скорпион. Но у него военная форма и он держит большой такой, как Калашников. Так что так, ну, респект. Ну и, наверное, это все. Мы поедем дальше. Так что я еще расскажу. Сегодня это для меня очень интересный день, потому что мы уже будем ехать в Меделин. Это город, в котором жил Пабло Эскобар. Человек, который, так можно сказать, придумал кокаину в шай. В 80-90-х годах он контролировал где-то 80% рынка кокаины в мире. В журнале Forbes он заходил в десятку самых богатых людей в мире. Но у него денег было так много, что они просто эти деньги принимали на весы. Они хранили их просто в каких-то кулках, бечках, закопывали в земли. Не знали, что просто с этим сделать. Он потом, Пабло Эскобар, чтобы как бы не надо было в тюрьму идти, и он готов был заплатить все долгие стороны, чтобы его отпустили. Но наконец, не знаю, вы, может, смотрели серию на Netflix, там все это указано. Он попал в тюрьму. Но тюрьму он себе такую построил, как крутая гостиница. Так что все там у него было хорошо. Но наконец он остался. Это тоже интересно, что Netflix так сделал эту серию, что тебе начинает быть жалко человека, который наконец был очень плохой. Бедный Пабло остался уже без своей kokainы, без денег. Его армия и полиция убила. Ну, наконец, это был очень плохой человек, который убивал по поводу бизнеса, но который тоже убивал просто людей, которые ничего за этим не имели. Он сбил в Колумбии самолет. Он тоже подложил бомбы под торговый центр. Ну, очень плохой человек. Сегодня мы едем в его город, будем в его... Завтра будем в его доме. Там свободный, свободный день у нас. Но я очень сильно того жду. Мне это очень интересно. Ну, пока-пока. Покажу вам мои любимые напитки на холодное время года. Я, конечно, тот еще кофеман. Я пью максимум две чашки кофе в день, иначе я не могу уснуть вечером. И тогда, когда мне хочется чего-то теплого, чтобы согреться, я выбираю чай. И вообще, я нашла те, которые мне так нравятся по вкусу. Кстати, не только чаи. Давайте начнем с этого, который стоит на первом плане. Это травяной чай. Я чаще всего пью его вечером. Он меня расслабляет, и у него такой легкий аромат яблока. Но не искусственного яблока, а такого натурального. Здесь, насколько я помню, именно натуральные всякие ароматизаторы. И чуть-чуть отдает ромашкой. Но не такой, знаете, горькой, неприятной аптечной ромашкой. А просто ты реально ощущаешь, что это травяной чай, но с такой фруктовой ноткой. Очень люблю черный чай с бергамотом. И я решила сэкономить вместо вот этого, который очень сильно люблю. В прошлом году я также покупала его на подарок родственникам. Вообще чай, это, знаете, такая тема, которая всегда пригодится и израсходуется. И вот он очень вкусный. Одного пакетика хватает или на такой не слишком маленький чайник, или же на две чашки. Можно два раза заваривать вообще вот эти чаи. Их заваривают таким образом. Они очень-очень интенсивные и ароматные. Вот этот чай очень вкусный. Он пряный, черный и сладкий. То есть, когда ты его завариваешь, не кладешь сахар, он уже сам по себе сладкий. Если вам нравится всякое такое необычное, то я думаю, что стоит попробовать. Каждая саше упакована в такой материал и в виде пирамидки. Очень красиво это выглядит. И внутри, если присмотреться, есть не просто чай. Причем это такая не перемолотая пыльца, а как бы отдельные засохшие листочки. Еще есть кусочки фруктов. То, что я пила утром, это куркума лата. И в прошлый раз я покупала такое, немножко другое. Короче, там добавляешь 3 столовых ложки на чашку. А вот этой штуке нужно всего чайную ложку. Это уже такая готовая смесь. Это пряный напиток, который хорошо согревает. Говорят, что во время простуды его тоже можно пить. Но я довольна своей покупкой. Я завариваю его с растительным молоком. То есть разогреваю молоко и кладу туда 1 чайную ложечку вот этого порошка. И я прям чувствую, что мне после него тепло. А вот это, это мой заменитель кофе. Это уже натуральное какао, которое по вкусу как супер горький шоколад. То есть это не то какао инстант, которое можно купить, типа как для детей. Но мне нравится то, что оно дает энергию. То есть действует на меня чуть легче, чем кофе. Но если мне хочется спать, то после этого я бодрячок. И по вкусу это довольно близко к кофе. Не очень далеко от нашего дома открыли магазин, в котором все для суши. Много всяких японских таких приправ. И также были чаи. И я взяла вот этот. Это синча с сакурой. И если посмотреть, то здесь есть прямо вот такие лепесточки сакуры. Они продаются на развес. Я поделилась со своей подружкой. И это такой вкусный зеленый чай. И он меня не так бодрит, как кофе, конечно же. То есть если кофе для вас-то слишком, то я думаю, что стоит перейти на какой-нибудь зеленый чай. А кого-то зеленый чай наоборот больше бодрит. Ну тут уже, я не знаю, все индивидуально. А вот этот, это что-то необычное. Вот если у вас есть чаи, типа как мир чая, что-то в этом духе, там вот такие разные смеси. Но даже такого я не видела там. Возможно, они уже появились. Я давно не живу в Украине. Это черный чай с марципаном и с фисташками. И здесь нет никаких ненатуральных ароматизаторов. И фисташки тоже присутствуют. То есть прямо орешки. Такие у меня осенне-зимние запасы. И вот если я найду что-то онлайн, я обязательно оставлю вам ссылочку в инфобоксе. Привет! Сегодня мы приехали в место, где находится плантация кофе. Известная колумбийская кофе, но мы сейчас будем забирать кофе. Я расскажу, как люди тут производят кофе. Вообще этот регион, это интересно называется Армения. А эта деревня, городок называется Палестина. Но человек не смог объяснить, откуда такие названия. Тут я покажу маленький кофе. О, ему где-то два месяца. Но они кофе дают, когда им два года начинают и только пять лет. Но после трех лет кофе самый лучший. Но после пять лет надо обрезать и будут расти новые. Так что один пять лет, второй пять лет и третий пять лет. Всего пятнадцать лет. Потом надо посадить новые. Но тут еще есть бананы. Растут бананы. И банан меняет тоже вкус кофе. Еще он дает тень. А из тени другой сорт кофе получается. Это вообще в Колумбии производство кофе арабики. Но тут очень интересно. Мы будем собирать кофе. Видно вам маленький кофе? Забираем кофе. О, наверное тот зеленый. И тут у нас есть место, где мы его складываем. Получается такие кофе, которые сейчас надо еще пожарить и уже будет готово. А тут настоящее производство кофе. Но человек только что рассказал, если ты собираешь больше чем сто килограммов кофе в день, можешь заработать двадцать долларов каждый день. Тут потом они привирают, добавляют воду. Если есть инсекты, они будут выходить из кофе и можно их удалить. Ну где-то восемь процентов кофе. Оно безнадежное. Ну наконец оно дешевое. И это кофе продают в Колумбии. Поэтому люди в Колумбии могут пить кофе весь день. Потому что оно дешевое. Дешевое и там нет кофеина. Ну де улыбка. Иди сюда. Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Субтитры подогнал «Симон» 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 Сверху Сверху Субтитры подогнал «Симон» 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 Маме сделала сердечко, так приятно. Пока народ на занятиях, я сижу в машине и работаю. Помнишь Загарю эту песню? Раз, раз, раз. Правильно! Душа! Пошу! Пошел! Привет! А сегодня тут место, которое вообще меня удивило. Такое красивое. Такое цветное. Я потом покажу тут везде граффити. Но тут самый длинный эскалейтор в мире. Градский эскалейтор. Но очень красиво. Потом еще покажу, но 20 лет назад, 10 лет назад это было самое, самое опасное место в мире. Тут просто были горея, партизанты. Да, очень опасно. Сейчас тут много туристов. Но человек сам по себе, Пабло, очень-очень плохой. Но тут, в этой части города его обожает. Он тут для бедных людей построил 800 домов. Сейчас тут живет 20 тысяч людей. Тут постоянно видно его фотографии и граффити. А что вы делаете? Можно узнать? Захар. Не надо мне мешать. Сидеть, я себе палитечку подрумаю. Хорошо, извините, пожалуйста. Готовьте обед. Надо почистить морковку. Это то есть трудное. Сложное? Но я знаю. Все мамы в курсе. Все почистил? Да. Мама Тихана. Я там. Вот дети. Даже там почистил? Вот уж помощники. Если вы не знаете, чем занять детей, достаете пылесос или шланг. Такой, как в нашем случае, он очень длинный. И они играют в пожарных. Замечательно. А я в это время займусь своими делами. После вчерашнего абсолютно дурацкого дня, который начинался очень классно. Мы так хорошо с Давидом поснимали. Я заехала в торговый центр, ждала своего визита у аллерголога. Да, моя аллергия снова вернулась. Приветики. Мишка тоже едет с нами. Да. Кстати, вчера зашла в торговый центр и нашла шубку. Да, это не натуральный мех, но мне очень понравился цвет. И она для нашей зимы очень подходящая. Потому что мне кажется, что если бы это была типа как норковая или какая-то другая, то мне было бы в ней очень жарко. А сегодня мы пообедали. Вот приехали в торговый центр в кино. Здесь уже все так красиво украшено. Сейчас вам покажем. Забыла сказать, что шубка из Зары. Она такая, чуть ниже колена. Вот наш торговый центр. Банарка. Все мигает. И ощущение Нового года. Снега нам в Кракове, конечно, не видать. Но олени на месте. Мы готовились к приезду папы, мальчики и рисовали. Мы специально вечером... У меня пятница была такая жесткая. Вы себе не представляете. И несмотря на это мы поехали за продуктами, купили все. Сегодня вместе готовили обед. Потому что он должен был вернуться как раз во время обеда. Я даже специально накрасилась. Мне хотелось, чтобы он приехал домой. Знаете, дома все наготовлено. Жена красивая. Убрана. И надо, чтобы как-то так позитивно было. Вот. И потом он сказал, что он прилетает в пол шестого вечера. Дальше ему отменили рейс. И вообще непонятно было, когда он прилетит. Томак позвонил и сказал, что будет 12 часов ночи. Поэтому сейчас, короче говоря, мне все равно я связала волосы. А сейчас пойдем сделаем кислотный пилинг. Раз у меня свободный вечер, вот этот кровавый, который я недавно показывала. Там все очень просто. Умоюсь, нанесу его и включусь. Я уже смыла макияж, как обычно. И дальше воспользовалась средством для умывания саха кислотами. Оно у меня было в полном размере, но в другой упаковке. Сейчас они что-то тут изменили. Это миниатюра. Если вам нужно что-то очень сильно очищающее, если у вас жирная кожа, то вам это понравится. Мне немножко подсушивает на каждый день. На каждый день я вот использую сейчас такую умывалку от COSRX. Купила ее и очень ею довольна. Это как крем-гель. Так нежно очищает кожу и досмывает макияж. Как утром, так и вечером можно использовать. Особенно в холодное время года. Я думаю, что многим будет актуально. И если у вас сухая, чувствительная, такая раздраженная, обезвоженная кожа, то вам очень понравится. И после вот этой умывашки я протерла лицо моим именным тоником от Pixi. Я хотела бы попробовать еще от вот этого бренда. Но у меня, как видите, тут большой формат. Мне его подарили, по-моему, в прошлом году. И я вот только сейчас открыла. И после тоника ладошками я распределю пилинг и быстренько помою руки. Подержу его сегодня минут пять. Не стану перебарщивать, потому что я не хочу превратиться в сухарь. И завтра я также планирую снимать видео. То есть мне нужно будет накраситься. Кстати, зацените мою классную повязку. Здесь внутри проволока. Ее можно загибать, как хотите. Вот я уже все смыла. И я даже не похожа на сеньора помидора. Но все-таки сделала какую-то успокаивающую, увлажняющую маску для лица. Ну, а мы с вами будем прощаться на этом. Я надеюсь, что вам сегодня было интересно в этом влоге. Если да, то не забудьте поставить пальчик вверх. Нам будет очень и очень приятно. Все. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok